еще вчера я даже не подозревала что одна из этих орхидей сегодня станет главной героиней этого видео а все потому что вчера из-за этой орхидеи меня снова назвали ведьмой а было это вот так обалдеть ведьма ведьмата наташка конечно это было в шутку и очень по-дружески тем не менее я расценила это как знак привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра если вы хотите узнать за какие такие заслуги можно получить звание ведьмы досмотрите это видео до конца я уверена будет очень интересно для вашего удобства и для экономии вашего времени в описании под видео и в первый закрепленный комментарий под ним я добавлю тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео сделаю я это потому что последний год жизни именно этой орхидеи очень показателен и очень нагляден за этот год орхидея с очень звучным названием gold star fortune или золотой посох фортуны пережила многое от реанимации и полной потери корней до шикарного цветения на пять цветоносов появление детки и я сохраню интригу до конца видео а мы начинаем разговор как всегда обо всем по порядку так сказать начинаем от печки печкой в нашем случае послужат события годовалой давности ведь именно год назад эта орхидея была главной героиней одного из видео по адаптации малышей к нашим домашним условиям показывая цветение этой орхидеи в конце сентября прошлого года я показала корневую систему этого растения и многие поразились субстрата в горшке не было видно совсем точнее не в горшке а в обыкновенной обрезанной бутылки тогда зрители захотели узнать как быстро и качественно адаптировать малышей к своим условиям и я сделала видео секреты выращивания орхидей если вы не смотрели эти видео я очень рекомендую вам это сделать ссылки на них я также оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему к слову сказать адаптация малышей в прозрачных пластиковых бутылках позволяет нарастить им не только великолепную корневую систему но и шикарную листовую массу а листовая масса этой орхидеи была воистину великолепна у нее было периодически 5-6 пар листьев то есть 11-12 листьев в розетке орхидеи обратите внимание насколько узкой была бутылка для посадки орхидеи и какая шикарная листовая масса у орхидеи было при этом почему я обращаю ваше внимание именно на этот момент вы узнаете чуть позже пожалуйста будьте внимательны а еще обращайте внимание на количество цветоносов которые в данный момент присутствуют на орхидеи все эти цветоносы в дальнейшем процветут что нужно сделать чтобы все ранее цветшие цветоносы снова зацвели вы не знаете я рассказываю об этом сразу в нескольких видео этот уникальный разработанный мною метод основан на перераспределении гормона цветения по организму орхидеи для того чтобы гормон цветения или гиберлин правильно распределился по организму орхидеи нужно ломать старые цветоносы орхидеи но делать это нужно во время я разработала этот метод и познакомила с ним вас более года назад в моих условиях этот метод работает без проигрыша и в ста процентах случаев в случае с этой орхидеи метод сработал очень результативно и на трех цветоносах пробудились сразу пять меристем поверьте никакого колдовства а лишь глубокое знание биологии и правильной агротехнологии орхидеи этого весенне-летнего цветения 2022 года вы не видели я всякий раз собиралась сделать видео посвященное этой орхидеи но все время находились более ценные темы все пять цветоносов распускались практически одновременно количество цветов становилось все больше и больше а картина все краше и краше к слову сказать этот фаленопсис не только необыкновенно яркий но и очень ароматный а в связи с таким количеством цветов этот аромат распространялся практически на всю комнату когда аромат нежный женственный и приятный это конечно же всегда хорошо а вот когда аромат очень резкий и навязчивый от него хочется избавиться это как раз таки тот случай для тех кто заинтересуется этим сортом скажу о величине цветка а заодно и покажу посмотрите на свои экраны gold star fortune на фоне фаленопсиса пират пикати и вы посмотрите размер этих цветов они небольшие около четырех четырех с половиной сантиметров расскажу всем кто не знает величина цветка в рамках одного сорта может меняться чем больше цветов тем меньше цветок и наоборот чем цветов меньше тем сам цветок крупнее когда у этого же самого растения цветов было меньше она цвела цветами чуть крупнее их размер достигал пяти с половиной сантиметров в начале мая этого года орхидея достигла полного распуска и аромат ее стал просто сногсшибательным поэтому в дневное время орхидея выносилась на открытый балкон юго-восточной ориентации для тех кто не знает или забыл расскажу что действие процесса происходит в городе владивосток приморского края то место где я живу с трех сторон окружено морем поэтому в нашем районе очень сильные ветра парусность у такого огромного количества цветов очень велика и поэтому во время вот этой съемки орхидею сдуло ветром что интересно цветоносы орхидеи при падении абсолютно не пострадали развалился полностью разложившийся от цвета пластиковый горшок а точнее обрезанная пластиковая бутылка именно это заставило меня определить орхидею в новую посадку в новую обрезанную пластиковую бутылку большего объема и именно тогда начались проблемы то ли орхидея впала в состояние глубокого стресса в результате падения то ли она не приняла новую посадку но тургор листьев орхидеи начал стремительно теряться если ваша орхидея сразу после пересадки начинает стремительно терять тургор листьев первое о чем следует подумать это о состоянии ее корневой системы проверив корневую систему орхидеи и я поняла что вся та огромная масса корней весь тот клубок корней орхидея решила одномоментно сбросить и здесь главное не впадать в панику а помнить что орхидея является одними из самых стойких и способных к выживанию растений ну и конечно же не забываем что если у орхидеи нет корней то всегда есть альтернативный способ напоить орхидею и это конечно же листовая масса растения вы еще не знакомы с моим методом волшебной тряпки с помощью вот такой вискозно хлопчатобумажной ткани вы легко сможете не только нарастить корни орхидеи но и восстановить тургор листовой массы конечно это не 5 минутный процесс а процесс нескольких месяцев тем не менее результат всегда превосходный и сегодня вы обязательно увидите этот результат за счет чего еще может питаться орхидея в этот период когда корневой системы у нее нет от слова совсем конечно же за счет вызревший листовой массы и прежних цветоносов орхидея вытянула питательные вещества из более чем половины своих листьев из 11 листьев в розетке у нее осталось всего лишь 4 а из трех имеющихся в цветоносов остался лишь один но какой полтора месяца назад когда жизни орхидеи уже совершенно ничего не угрожала на единственном оставшемся цветоносе образовалась нечто признаюсь в первые дни я была в полной уверенности что орхидея собирается зацвести в моих условиях орхидеи в основном цветут детки на цветоносах практически не образуются но в этот раз орхидея решила распорядиться по-своему ровно через неделю на вновь явленном объекте появился корень и я поняла что это действительно детка на цветоносе напоминаю на ваших экранах события месячной давности одновременно с этим у орхидеи начался активный корневой рост в том числе и от ствола и появление нового листа и теперь пришло время вспомнить о той тесной бутылки посмотрите это новая бутылка гораздо больше по диаметру и корневая система прежняя не захотела в ней развиваться заметьте я не стала тревожить орхидею после утраты ее корневой системы я оставила ее в этой посадке для адаптации и просто ждала и сейчас я еще раз повторю ту фразу которая уже стала крылатой на канале орхидеи учат нас терпению это новое растение показывала чудеса эквилибристики и просто шедевральные темпы развития а я ему в этом конечно же помогала так сказать занималась колдовством а именно инициацией c3 пути фотосинтеза в дневное время с помощью водных процедур я без конца опрыскивала эту новую маленькую орхидею и не только опрыскивала она у меня ныряла и занималась подводным плаванием я до сих пор не понимаю как кто-то может утверждать что орхидеи боятся воды видя все эти кадры нет орхидеи не боятся воды орхидеи боятся не учий в чем купается детка спросите вы а я отвечу это настой листьев колонхоя дагримона колонхоя дагримона или колонхоя живородящая растет практически во всех посадках моих орхидей и его очень много поэтому я периодически удаляю выросшие экземпляры измельчаю их ножницами и заливаю водой температурой 90 градусов цельсия в остывшем настое я купала детку так часто как об этом вспоминала обращаю ваше внимание что этим кадром чуть более двух недель за эти две недели события развивались и вовсе очень стремительно какими-то невероятно быстрыми темпами рос корень рос новый листик а еще подле детки начала расти нечто новое тогда я подумала что это еще одна детка а как думаете вы глядя на это нечто что растет новая детка или цветонос напишите в комментариях всего одно слово цветонос или детка вместе с этим нечто орхидея продолжала нырять и заплывать на длинные дистанции напоминаю что применение всех целебных лекарственных настоев нужно чередовать с обыкновенной кипяченой водой именно поэтому сейчас орхидея купается в чистой воде а теперь давайте зафиксируем общий размер этой красоты ведь впереди нас ждет очень много интересного и так перед нами детка на цветоносе фаленопсиса голд став фортун размером менее 5 сантиметров 5 дней назад стало понятно что у этой малявки размер которой меньше пяти сантиметров растет цветонос и ведь не только он с другой стороны стволика маленькой орхидеи появился еще один корень чудеса сказали скажите вы нет целебная сила лекарственных растений правильно созданные условия и соблюденная агротехника орхидеи а вы такое когда-нибудь видели если видели напишите об этом в комментариях а вот так это красавица от горшка два вершка выглядит сегодня вот так подрос новый корень а вот так грандиозно буквально за пять дней вырос цветонос именно за это в очередной раз меня назвали ведьмы с материнским растением тоже все в порядке у него растет новый лист новые молодые корни от ствола и новый цветонос а это значит что стремительное развитие детки никоим образом не сказывается на здоровье материнского растения у него на все хватает сил не верьте средневековым мифом о том что орхидеи боятся воды все это от глупости и необразованности лучше возьмите учебник ботаники за 5 класс и изучите его и пусть в этом учебнике не будет раздела про орхидеи зато из него вы узнаете о фотосинтезе растений орхидеи точно такие же высшие растения как и многие другие и их фотосинтез мало чем отличается от фотосинтеза других напротив он объединяет в себе два пути фотосинтеза кампуть фотосинтеза и c3 путь фотосинтеза и если вы поймете как помочь орхидеи работать сразу на двух путях фотосинтеза ваши орхидеи будут расти развиваться и цвести невероятно быстрыми темпами расти быстро а цвести пышно и красиво ну а если у вас нет учебника по ботанике изучайте канал классика орхидейного жанра самый главный плейлист для изучения фаленопсис и вопросы по уходу ну а теперь как всегда я напомню вам что 19 минут вы провели на канале классика орхидейного жанра и если вам понравилось это видео если вы захотите вернуться на канал вновь поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас цветение детки gold star fortune